Вот и всё. Хотелось бы поставить вопрос, здрасте, Илья, который уже был адресован Улицкой на вашем литературном вечере. Можно ли, простите, измену нужно ли? Сейчас измене не придается уже такое значение, как раньше. Чернышевский первым указал, что измена явлений не стоящий представитель. Но Чернышевский говорил о другом. Чернышевский говорил о том, что пока не будет сломана в России патриархальная семья, не будет в ней политической свободы. Я боюсь, что это глубокая, довольно верная мысль, потому что единовластие в семье или рабство в семье, как это прямо называл Пушкин, имея в виду, что семья – это школа рабства для ребёнка, в известной записке о народном воспитании. Пока это рабство сохранится, говорить о свободе личности довольно смешно. Поэтому, по крайней мере, следует настаивать на свободе гендерных ролей, на том, что женщина не рабыня, обслуживающая сексуальные интересы мужа, не домохозяйка, не киндер, кюхен и что там ещё, то есть кухня, дети и церковь, а киндер. А женщина равноправная, не по-феминистски, без мужефобских крайностей, но женщина равноправный партнёр. Следовательно, отношение к измене, ну, видите же, это не касается гендерных ролей. Отношение к измене – это касается человеческих отношений. Можно ли простить друга, который предал? Можно ли простить женщину, которая увлеклась? У меня здесь отношение совершенно конкретное. Женщину, которая увлеклась, простить можно, потому что в человеческой природе увлекаться, и потому что самому мне, к сожалению, за 50 лет моей жизни случалось изменять. Это, ну, там, в разных браках, в разных обстоятельствах, но не был я образцом морали. И поэтому я не беру на себя вот такой нравственный элегаризм. Измену женщины простить можно, а вот измену друга простить нельзя. Я не прощаю, во всяком случае. Случилось так, что очень многие люди, которым я в разное время помогал, не могут мне теперь простить этой помощи. Очень многие люди, которые и так, в общем, меня терпели с трудом, воспользовались политическим предлогом для того, чтобы со мной громко, публично размежеваться, осыпав меня разнообразной клеветой. Я не прощаю таких вещей. Они будут еще каяться, они будут еще переобуваться на ходу. Никакой реакции с моей стороны на это не последует. Я не собираюсь платить им той же монетой. Я не собираюсь писать и рассказывать то, что я о них знаю. Я не собираюсь сводить с ними счеты. Они умерли для меня. Вот это мои покойные друзья. А о мертвых, по-моему, говорить не нужно, потому что это разговоры в пользу мертвых. Кому это нужно? Спасибо.